Ребята, всем привет! Когда я собирал свою электрокобылу, я купил БМС-ку для 13 последовательных ячеек. Она мне обошлась где-то в 11 или 12 долларов. Она была на маленький ток. И также я купил себе контроллер. Специально брал самый-самый дешевый. Он на 350 ватт, хотя у меня мотор на 500. То есть я взял самый такой маленький, самый дешевый. Просто чтобы попробовать, и он тоже что-то там 10 или 12 долларов. Но когда я зашел на Таобау и увидел, что там вот эти БМС-ки стоят по 3-4 бакса, я не сдержался и купил их целую-целую кучу. А потом, когда я увидел, что есть БМС-ки и еще есть со светодиодами, то я тоже не держался. Вот купил на 14С. Ну потому что я думал чуть-чуть модернизировать. Я на 13С батареи на 48 вольт покатался и подумал, что было бы неплохо все-таки либо 14, либо еще лучше 16С. Вот это вообще было бы огонь. Чувствуется, когда батарея заряжена, то он прям валит. А когда батарея уже разряжается, уже немножко не то. Но 16С это 60 вольт и скорее всего сдохнет сам контроллер. То есть нужен контроллер. И тогда я уже взял себе на 14С. Это всего лишь там на 4 с копейками вольта больше. То есть в принципе контроллер должен выдержать. Но данные БМС-ки, они очень интересны тем, что у них каждая ячейка имеет свой светодиод. И как только начинается балансировка ячейки, начинает светиться светодиод. Это очень информативно. Особенно если вы расставите БМС-ку таким образом, чтобы вы видели эти светодиоды. То есть вы ставите на разряженную свою кобылу, которая вырубилась, вы ставите ее заряжаться. Если подходите там через полчаса и видите, что горит один из светодиодов, то это означает, что этой ячейке конец, потому что на ней напряжение уже подросло. И она начала балансироваться. То есть она просто-напросто дохлая. Точно так же я купил себе контроллер. Он мне обошелся в 40 баксов с дисплеем LCD. Это LCD 5. Есть побольше дисплея, но отдельно кнопки. Но мне кажется, что кнопки нужно редко нажимать. Поэтому вот такой вот это самый-самый сок. И вот здесь, собственно, контроллер. Я его еще даже и не открывал. Контроллер на 502, чтобы вы понимали, на Алиэкспрессе такой же сет. Вот я специально нашел. Он стоит 70 баксов. То есть 40 долларов и 70 долларов. Это очень и очень большая разница. Но есть и вещи, которые не имеют такой большой разницы. Вот такую вот штуку нет смысла покупать, потому что она на Таобау стоит 54 доллара. Грубо говоря, 55. Плюс еще доставка. Она тяжелая, она здоровая. Это вес. А на Алиэкспрессе этот подседельный штырь амортизационный стоит чуть-чуть меньше 70 долларов. Но это уже с доставкой ко мне. Более дешевый контроллер, но он на 500 ватт. Напоминаю, что я свой купил за где-то 11-12 долларов, но он на 350 ватт. А здесь на 500 ватт, то есть более мощный, который на 12 полевиков, у меня на 6 полевиков. А здесь на 12 полевиков, здесь он стоит 682. То есть, грубо говоря, 7 долларов. Это все, естественно, на Таобау. Вот они БМС-ки без окошечек, которые я покупал самые дешевые. На 13 ячеек стоит 4 бакса, а не 10, как я покупал их. На 14 стоят чуть-чуть дороже, на пару центов. На 10 стоят 4 бакса и на 7 стоят 3 бакса. Ну и вот БМС-ки с окошками, через которые видно светодиоды. Я взял 2 БМС-ки на 14С, на 14 последовательно соединенных. И я взял 2 БМС-ки на 16С. То есть, они стоили, получается, 7 баксов одна. И вторая, которая, ну, 7. То есть, там разница у них 1 цент получается. Вроде бы цены очень-очень вкусные, но есть одна проблема. Таобау это чисто китайский сайт, на котором, кстати, есть очень много товаров, которые вы больше нигде не найдете, которых нет ни на Алиэкспрессе, ни на eBay. Но они отправляют только по Китаю. Они ни в Молдавию, ни в Россию, никуда отправить не смогут. Но есть посредник, который называется Юбай. Он, кстати, работает уже несколько лет. Есть очень много отзывов в интернете. Обязательно почитайте отзывы. Что интересного, что вы можете дать данному посреднику ссылки. Посредник сам все купит, что вам нужно, запакует и отправит вам. Более того, при регистрации он дает сейчас купон на 10 баксов. Давайте попробуем зарегистрироваться и посмотрим, дадут купон или не дадут. Давайте я сразу авторизируюсь с помощью Facebook. Я думаю, так будет проще. Не понял. А где мои 10 баксов? Мои купоны. Странно, но, к сожалению, купона на 10 баксов мне не дали. Давайте попробую выйти и зарегистрироваться по-настоящему. Я думаю, скорее всего, это связано с тем, что очень много желающих воспользоваться данным сервисом. Прошло минут 5. Сайт заработал. И купон мне реально дали. То есть для того, чтобы тебе дали купон, тебе нужно действительно регистрироваться. Но на вопрос в том, что мне обещали купон на 10 баксов, но дали. Но на 6. Но тем не менее дали. Дальше, как здесь нужно покупать. К примеру, мне нравится, допустим, вот эта вот платка BMS. Я беру ее ссылку. Копирую. Иду на сайт Ubuy и вставляю сюда ссылку. Нажимаю поиск. Что-то у них ссылки на Taobao не хотят работать. Я пока перешел в калькулятор. Решил посмотреть, сколько мне будет стоить. Специально указал цену товара 3 юаня. То есть практически бесплатный товар. Для того, чтобы стоимость товара никак не влияла на стоимость доставки. И вот доставка в Россию. Одного килограмма груза. Ну пусть даже здесь будет 10 сантиметров. Пусть маленькая будет коробочка. В общем, там 17 сантиметров. Аня, смотри, изменилась. Если маленькая, то уже можно авиапочтой отправлять. Это будет стоить 12 баксов за килограмм. То есть, в принципе, очень и очень даже недурно. Например, отправить вот такой вот контроллер. Это получается 40 плюс 12. 52. Но не 70. Ну и теперь, конечно же, давайте посмотрим нашу солнечную Молдавию. Здесь будет, конечно же, жесть по ценам. Не, ну, я, в принципе, уже привык, когда заказываю печатные платы. Очень часто доставка в другие страны стоит дешевле. Иной раз значительно дешевле, чем в Молдову. Но вот я вижу, что один килограмм доставить, это получается 25 баксов. И будет идти кучу-кучу времени. То есть, смысл подобной вообще авантюры имеет только, если покупать какие-то дорогие, небольшие, негабаритные вещи. То есть, в принципе, если бы купить там пару вот таких вот пультов, на Таобау они стоят там около 17 баксов, на Алишке около 30 баксов. То есть, да, то есть купить там, допустим, 3-4 таких пульта, еще что-то, еще что-то, то это, конечно же, имело бы смысл. И в сумме бы это вышло, конечно же, дешевле. Но в большинстве товаров, вот допустим, вот если бы купить вот эти же самые БМС, то разница была бы совершенно несущественна. То есть, слишком много не выиграешь. Опять же, есть плюсы, что ты можешь заказать что-то, чего реально нету на Али. Это реально. Но для обычных шерпотребных товаров получается плюс-минус то же самое, если судить по данному калькулятору. Но опять же, ссылку я пока поставить не могу, чтобы вам показать, как закупать. Но закупаются очень просто. Ты кидаешь ссылку, и она обрабатывается, ты выбираешь, что тебе нужно, и просто пишешь «закупить». И они переводят, сколько стоит, допустим, это стоит 50 юаней. Они сразу переводят в баксы. Ты им оплачиваешь вот это все. Они заказывают, оно к тебе приходит, и ты потом уже оплачиваешь доставку. Есть интересный момент, что посылки хранятся бесплатно на складе до 90 дней. То есть, в принципе, достаточно долго. Вам не нужно заказать что-то и сразу же отправлять. То есть, оно может там полежать какое-то время. Более того, часто спрашивают народ, а что делать, если пришел товар какой-то бракованный, либо еще что-то. Вы пишете в Юбай, они уже пишут этому парню из Китая, кто вам продал, ну, продавцу из Таобао. И продавец, как правило, отправит другой товар. Возможно, отправит. Но даже если он отправит, он опять же попадет на склад Юбай. Естественно, чтобы его забрать, вы должны будете заплатить за доставку. Но опять же, так как лежит все это 90 дней, то можно, чтобы оно там полежало. И вы там в следующий раз, там через 3 месяца, вдруг, если вы будете еще что-то покупать, уже заберете все сразу. Потому что, что, я думаю, заказывать, вот судя по калькулятору, что заказывать 1 килограмм, что заказывать, допустим, тут все в килограммах. А ну-ка, допустим, 0,3 килограмма. Мне кажется, цена будет одинаковой. 24 бакса. Ну, 20 баксов. То есть, что 300 грамм, что 1 килограмм, разница либо 21 бакс, либо 26. То есть, ну, вообще ни о чем. Поэтому один какой-то маленький пакетик вообще нет смысла брать. Ну, например, в мою страну. Вы в своей стране смотрите, потому что очень сильно все играет от стоимости заказа. Если, точнее, доставки. Если стоимость доставки нормальна, то тогда вся эта авантюра имеет смысл быть. Вот, например, в Россию 12, грубо говоря, 13 баксов до 1 килограмма. То есть, 1 килограмм тоже будет 13 баксов. Вот это, конечно, да. Тут, конечно же, можно разгуляться. А в Молдавии это все выходит, да. Вот 12 баксов, блин, 1 килограмм. А в Молдавии это все выходит буквально на грани. Не, ну, ты, конечно, там сэкономишь что-то. Но эта экономия, это будет, ну, какие-то копейки. А потратишь ты намного больше ресурсов временных. Так что, вот такой вот сервис. Читайте отзывы. Они работают очень давно. Больше 10 лет. Ура, ребята, сайт заработал нормально. Ну и, к примеру, у меня есть вот такой вот товар. Я копирую ссылку. Опять же, перехожу на сайт. В строку поиска вставляю ее. Нажимаю поиск. И у меня сейчас откроется страница Taobao, обработанная сайтом Ubuy. Здесь юани наглядно конвертируются в доллары. То есть, 300 юаней это 44 доллара 12 центов. И еще по Китаю нужно заплатить 12 юаней за доставку. Ну и также можно выбрать товар, который вы хотите. И добавляем в корзину. Все. Точно так же делаем с другим товаром. Допустим, с BMS. Копируем. Опять же, в Ubuy вставляем. Нажимаем поиск. Точно так же видим цену в юанях. Видим цену в долларах. Видим цену доставки. Также цена в долларах. Ну и также выбираем, допустим, я хочу 13S для батарей на 48 вольт. И также добавляю в корзину. Все. Смотрим корзину. После того, как вы все товары добавили в корзину, вы можете их оплатить. Вот у нас 52 доллара получается. Тут сразу же включена и доставка. И после оплаты работники Ubuy купят все вот эти компоненты. Они придут на склад. Естественно, они придут в разное время. Кто-то сегодня придет, кто-то завтра, кто-то через пару дней. Но так как 90 дней они могут лежать на складе бесплатно, вас особенно это не беспокоит. Вы просто дожидаетесь, когда все товары придут. И потом оформляете доставку из Китая в вашу страну. За это вы платите еще раз и ждете товары уже у себя дома на почте. Обратите внимание, что можно использовать купон, который я получил при регистрации. Он дает скидку на 6 долларов. Ну и есть огромное количество сервисов для оплаты, которые знакомы и удобны нам. Это Kiwi, PayPal, WebMoney, ну и также кредитной карточкой. Надеюсь, что данное видео было вам интересным и в чем-то полезным. Поэтому не забудь поставить лайк, поделись им со своими друзьями. Также на канале есть огромное количество интересных роликов по электронике. Два из них ты сейчас выйдешь на канале. А чтобы не пропустить новый ролик, подписывайся на канал. И обязательно не забудь нажать на колокольчик. Пока!